Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер А когда вы вернулись в Россию? В Россию я вернулся полтора года назад Что-то случилось? Да, заболел тяжело отец Ему сделали несколько курсов химиотерапии Ой, боже, примите наши огорчения Скажите, как вам? Ну, наверное, приезжали все-таки сюда Не было такого, чтобы 20 лет вы не приезжали к родственникам? Я не приезжал примерно в 18 лет Да что вы говорите! А как родители? Ну, наверное, они к вам ездили, да? Они иногда ездили Кроме того, у нас был такой интересный план Мы встречались на третьей территории Мы ездили в Польшу, например, в Чехию Вроде бы интересный молодой человек И как вам Москва? Вот вы приехали через 18 лет Другая страна, все другое Москва изменилась значительно к лучшему И приняла меня, по крайней мере, с распростертыми объятиями В Москве столько замечательных вещей Столько замечательных уголков для меня К которым я привык В которых я вырос Скажите, а вы вернулись навсегда или на время? Я вернулся навсегда Я все бросил и переехал обратно У меня нет никаких на данный момент планов возвращаться обратно Странно, почему он решил остаться Вот в чем вопрос Я услышала в профайле про странное поведение вашей девушки Во время интимных каких-то ваших там перформансов И даже стесняюсь спросить Первый канал все-таки Ну, не спросить не могу А она плакала от восторга После того, как Любовь у вас заканчивалась ночная Или от разочарования? Но здесь вопрос главный в том Что вот эта разница культурная Между российскими женщинами и американками Она гигантская Я советую всем моим знакомым, друзьям Которые живут за границей И которые не смогли найти семейное счастье Вернуться в Россию И знакомиться с российскими женщинами Это правильно, это вы правильно Так давайте вернемся все-таки к вашей плаксе Да, у меня было несколько неудачных опытов общения в Соединенных Штатах Вот один из опытов, например Это отношения с достаточно религиозной женщиной Для которой ее отношения с Богом Были более важные, чем отношения со мной То есть отношения А она была девственницей? Нет, на самом деле у нее были отношения до этого Она была замужем Вот, она была в разводе Из достаточно веских причин Это была семейная Это была измена супружеская Вот, и тем не менее Несмотря на то, что у нее был плохой опыт Для нее была религия Это самое важное Нет, ему нужно немножко Женщину, чтобы она его встряхнула Раскрыла Раскрыла, да Он слишком Слишком закрыт Слишком скован А зачем же вы ее так мучили? Я был влюблен Ну хорошо А она как? Ну, плакала это она потом А все остальное вот это она жгла ночью Чисто по-человечески или как-то тоже вот Это менталитет, который не позволял ей наслаждаться моментом Который не позволял ей действительно вступить в серьезные отношения То есть очень все строго было, прямо вот так Как грустно Да, и поэтому каждое нарушение религиозных обетов Каждое нарушение вот этих правил И смеяться ведь надо Было для нее трагедия А вам-то каково было? Для меня это тоже было трагедия Потому что я глубоко уважаю религиозных людей И не смеюсь ни на какой религии И я нет, спаси Бог Да вы что? Ларис, да это намегло просто с ее стороны Чтобы он женился, она ему показывала Вот ты на мне женишься, я перестану рыдать И буду захватать, да Видимо, все-таки русские корни, они дают о себе знать И может быть поэтому не срослось А за что любили? Ну, это был невероятный Это и есть невероятный человек Она была очень душевная Она очень много делала для общества Она была добрая То есть она очень много проводила времени в помощи, скажем, бедным Я просто не мог свыкнуться с тем, что все идет по правилам И что наши отношения, и что наша любовь не была на первом плане А на первом плане были именно религиозные правила Которые постоянно нарушались в той или иной мере Скажите, а в планах ваших был на ней жениться? Да Поскольку у меня тоже был неудачный опыт замужных отношений То я хотел пожить вместе Я хотел, как сказать, попробовать Я так понял, что поскольку у нее был неудачный опыт тоже То это была совершенно разумная вещь Она была красивая? Да Чрезвычайно красивая женщина А вы уже были женаты, да? Да А дети у вас? У меня нет детей А, так я думала, вы вообще... Хотите? Да, в идеале троих детей А, и кто же его не будет рожать? Не было детей? Троих детей хочется Текст-то был у вас с нашими россиянками? Да, все было Ага, мы не плачем Дай только дорваться Не, ну если только она в процессе не будет что-нибудь вымогать к Новому году В слезах, понимаешь? Купи, пара, ладно Купи мне! Шу, го, холодно! Тогда ты всех российских девушек сейчас прям вымогательницами представила Почему всех? Я себя к Новому году Я тоже Я тоже Ну мне просто просить не у кого Попроси у меня Сама дать, да ладно Ходите ли вы в клубы? Где вообще предпочитаете знакомиться? В России столько много, в Москве особенно, столько много культурных традиций, мест, где можно познакомиться с женщинами Это замечательные театры, куда я люблю ходить, это концерты, это образовательные консерватории, где у меня работает мама Кроме того, я увлекаюсь латиноамериканскими танцами И это, конечно, замечательный способ знаком с женщиной Посмотрите, Илья, для одних мужчин сексуальный психотип – это продавщица галантерейной лавки, гидроперидная блондинка Для другого – ученая дама в тяжелых роговых очках Кому-то нравятся, я не знаю, безбашенные такие Кармен А вам? Вот ваш тип женский Поскольку у меня опыт жизни в разных странах, то у меня очень много разных интересов Меня интересует бизнес, меня интересует наука, меня интересует музыка Я с самого детства ей занимался, поэтому вот этот круг То есть вам нужна девушка из хорошей семьи, которая родит вам детей Да? Вашей маме она обязательно должна понравиться, или вы уже большой мальчик? Я уже большой мальчик Хорошо, то есть главное – ну понятно Если она будет привязана к России, ну, бизнес или работа, или учеба Замечательно, это замечательно Будем ездить в отпуск или будем ездить в отпуск в России, не вопрос, не проблема Ну, только интересно, чем он занимается, да, насколько это совместимо Ну, в любом случае Ну, в любом случае Кошелепруденция в любых сферах совместима со всеми сферами бизнеса Ну да, по крайней мере, юридическое сопровождение бизнеса Илья, у вас будет отдельный кошелек с женой? Нет, у нас может быть соединятся еще Кто будет решать, кто будет принимать решение в семье? Я Очень хорошо, правильно, это уже нам подходит Понятно Чего будет недозволено в вашей семье женщине? Вот недозволено будет, если женщина каждые выходные будет заниматься домашней работой, заниматься стиркой, заниматься готовкой, заниматься глажкой, вот это будет недозволено У вас доход какой? Я готова в евро рассматривать, я быстренько сейчас посчитаю Сколько у вас в месяц? Просто прям как налоговая инспекция А у меня вон девчонки, сейчас уши развесишь, ничего делать не надо А у тебя какой? Шубки это Скажи ты первое У меня, сейчас скажу Быстро говорит, переверну Два на ум пошло Сейчас без калькуля Но у меня хватает Очень интересный вопрос Нужно прислушаться А то он говорит сейчас Обещает Золото, богатство, горы А сейчас скажут доход-то у него Мне бы не хотелось связать свои отношения с женщиной, которая слишком была бы озабочена материальными вещами Потому что все, что я построил и все, что я пытаюсь построить в жизни, как показывает опыт, как и здесь, так и в Америке у многих успешных и неуспешных бизнесменов Это все может раствориться в любой момент Я бы не хотела, наверное, быть супербогатой Потому что, ну, нужен именно достаток Самое необходимое И чуть больше самого необходимого Тебе, во-первых, нужно плечо мужское Вот и все Илья, у вас есть какое-нибудь сокровенное желание, которое сделает вас счастливым в новом году? Я бы хотел, чтобы выздоровел мой отец А давайте все пожелаем просто Как зовут папу? Леонид Леонид, вы, конечно, смотрите эту программу от чистого сердца, вот правда Выздоравливайте, пожалуйста, выздоравливайте Спасибо Ну вот взяла мне и всю мою правду закрыла И как я теперь буду отсоветовать? Ну, теперь, конечно, советовать буду Ну, ладно уж, все-таки праздник, Новый год, как говорится Буду вам хорошую детородную, чтобы детишки были Спасибо Ну, следить я за вами буду Это однозначно Чтобы не какие-то там Чтобы обещали шубу купить, значит, купите Вот, отлично То есть, в общем, она его за язык притянула Мужчина должен отвечать за свои, конечно Слова, да Слова, конечно В вашем гороскопе все женские планеты расположены в стихии Земли Это значит, что вам действительно нужна классическая семья В хорошем представлении, где жена играет вторую скрипку Не подкидывает мужу неправильных сюрпризов Если подкидывает, то сюрпризы только приятные Вам не нужна истеричка И самое важное, пожалуй, качество женщины Она должна быть надежная Вот если убрать всю эту хозяйственную шелуху Гладит, не гладит, убирает, не убирает Интересуется ли музыкой то или это Ходит ли в консерваторию Это все равно будет вторично Потому что вам нужна женщина, на которую вы сможете положиться И которой сможете довериться Расслабился Видишь? Немножечко, немножечко, все Раскрепостился Чуть-чуть От себя добавлю, что у мужчин с таким гороскопом, как у вас Семейные отношения обычно скрепляет совместная собственность Совместная недвижимость, совместный бизнес Чего я вам, собственно, и желаю Василий, сплатишка где купила? Я тоже Сама шелла? Да, конечно, сама Всю ночь Молодец, золушка наша Да? Здесь дочет Проходите, знакомьтесь с первой невестой Спасибо Екатерина, 29 лет Владелица юридической фирмы Мечтает создать проект по правам человека Гордится своей популярностью в профессиональных кругах Предупреждает, что возлюбленный должен повсюду ее сопровождать Признается, что не сможет полюбить человека, который живет по графику После очередного конфликта возлюбленная Екатерина потребовала от нее в срочном порядке освободить жилплощадь Надеется, что Илья окажет ей поддержку Здравствуйте, девочки Это вы нам тоже, Мартыш, принесли Да, это вам подарочки, смотрите, это колокольчик, извиняющий на новый господь Он очень хорошо звенит, просто распаковать Ой, мне очень нужен сейчас колокольчик Только распаковать нужно, он хорошо звенит Я поняла уже, да, я буду обязательно так вызывать мужа в новую господь А чем ваш возлюбленный-то провинился или вы перед ним, что он вас попросил освободить в жилплощадь? Скандалы, конфликты возникли в народном месте У него были гастроли по его Да, у него были гастроли, он артист, очень долго гастролировал И заработал 200 тысяч рублей Да, да, да Плохой, видать, артист Если хороший артист, точно больше заработал Ну, да, он утаил от меня данный факт Мне было очень обидно, потому что... А куда он их дел, пропил? Нет, он не пропил, он помог своей сестре Но мне, конечно же, очень хотелось, чтобы он все равно хотя бы как-то похвастался передо мной Как-то озвучил этот факт, чтобы я за него порадовалась А ваш статус в этом союзе? Вы кто ему? Ну, мы совместно проживаем, то есть я... А как долго? Проживали, точнее, пять лет А замуж не позвал за эти пять лет? Нет, замуж он меня не позвал, к сожалению Позвала его я А он что? Он отказался, ответил мне отказом Мне на внешность, как вот девушке, не очень Тебе как мужчине как? Мне кажется, симпатична А думаешь, она не в его вкусе? Мне кажется, она какая-то слишком простенькая Дим, тебе нравится? Я не говорю, что совсем не красивая Может, приглядишься? Скажите, а статьи нет избивать своего любовника полотенцем? Нет, статьи такой нет По телу У меня статьи нет Такой побои, 116-я Но это только в том случае, если остались синяки А вы всегда так решаете, да, свои проблемы? Взяли полотенце, так накрутили на ручку Чтоб синяки не оставались еще, понимаешь? Да эта игра у них такая была эротическая Проблемы можно решать по-разному Это тоже один из способов решения проблемы Что-то так полотенцем махать Ну, вас, в принципе, удручала, да, семейная жизнь? Вот как раз то, о чем говорила Илья Вы гладили, стирали, убирали, готовили? Я? Это мне вопрос задан Нет, я только работой занималась Я развиваюсь все время Я не осквернила свою кругу домашней работой, да? Нет, не будет случиться Однажды все-таки случилось Вы приготовили обед? Да, нет, не однажды Почему однажды? И сказали ему Я все время, я постоянно Но вас это сильно раздражало? Ну, я приготовила обед, потому что я каждый вечер, каждый день его готовила Я в тот период времени находилась как раз без работы И я, естественно, каждый день занималась домашней работой И в этот период я просто... Мне настолько стало жалко вот всех домохозяек, вот женщин, которые не работают Это настолько ужасно Это так нудно и монотонно, вот сидеть дома и каждый день что-то мести, скрести, крошить Это такой труд огромный Я лучше схожу, напишу там пять исковых заявлений, там проведу десять судебных процессов Потом вы привыкли, чтобы вас называли по имени-отчеству, да? Да-да-да, совершенно верно Тем более мне это очень нравится А интимная жизнь вас не раздражала с ней? Нет, ни в коем случае Там все было хорошо Там все было замечательно, да Да, ну, внешне, мне кажется, они вообще как-то друг другу не подходят Да, вот я там же И вы в такая шалунья затейливая Расскажите эту историю-то про повестку Ну, естественно, так как я вообще отдаюсь работе И потом уже начинаю мыслить через свой труд Хорошо, что в работе, а не на работе Ну да, я повестку принесла ему Пригласила его на романтическое свидание Суд? Нет, не повестка из суда, а судебная Я работала в суде тот период И пришли к нему домой? Ну, я ходила постоянно к нему, до этого мы пили чай, у меня читал стихи А у вас что-то под формой было? Какое-нибудь бельецо? Нет, у меня не форма, у меня была обычная Плащ и черные очки Да, плащ, палатка была Молодец Ой, Катерина А вы реально вот это вот Меня представляешь этот Как они называются эти Ну, кто забирает Судебные приставы Судебные приставы На одной презентации Представляешь, нашли Тебя схватили? Да, прям пришли Да, это правда И этот Я даже, я обалдела просто-напросто А что хотели-то от тебя? Они говорят, месяц вас найти не можем Я говорю, надо все У меня все телефоны, вы не могли найти Может, я говорю, на презентацию хотели попасть А что хотели от тебя? 50 тысяч хотели Отдала Которые я уже оплатила давно Понимаешь? И я к чему это говорю? К тому, что если бы ко мне еще один судебный пристав пришел бы Я бы не обрадовалась бы Я не знаю, у меня бы все бы опустилось бы Я вообще ничего бы не хотела бы Вот как вот к мужчине прийти И принести ему свою повестку из суда Ну да Что за игрушки такие, а? Это не игрушка У нас действительно очень много решений И приговоры выносятся заочно Потому что человека просто найти не могут Вот как король прям сидит Нет, надо, надо его встряхнуть Да, да, что-то он расслабился А что завернуть-то в бараний рог А вот вы говорите, что вы в быту неприхотлива Что вы имели в виду? Ну, я в том плане Что, в общем-то, вот есть такие девушки Которые очень проверятливы к своему избраннику То есть ему вот прям нельзя шаг левый сделать Там соль рассыпать, не дай бог Там, понимаете, да, вот в таких мелочах То есть я к этому абсолютно нормально отношусь Пусть там хоть все солью усыпят Я ни в коем случае не буду Правильно, другой стороной скатерть так Да, 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 вот-вот-вот вы прям в яблочко В платье в одном неделю, в другую ходите, правильно? Нет, в платье я хожу раз В разных? В разных? Я думала, вот до такой степени Нравится, Илья? Про змей-то говорил-то Который, перешагиваешь дома А змей? У вас дома змей живут? Нет, у меня нет У вас, похоже, скоро будут Ой, ну, знаете, змея очень хорошая Очень хорошая животная или кто это там? Млекопитающая Ну вот, а она молоком кормит, да? Конечно Вы что, не видели? Сиси у змеи, которая мешает ей иногда быстро ползать Умные женщины, это, конечно, хорошо Но умные, они умные во всем в том плане и в отношениях Илья нравится? Илья, да, отличный, отличный молодой человек Мне очень понравился Мужчина такой молодой А, не молодой уже? Ему пятый десяток А, не молодой Ну, ладно Ну, вообще, по закону у нас граждане до 30 лет являются молодыми Поэтому вы правильно меня поправили Вот А после 30 мы кто? Мы граждане кто? Да, не молодые Не молодые Не, не, не очень нравится Мы рвалируем А женщины после 27 лет уже антиквариат в нашей стране Это очень обидно А вот антиквариат, он очень дорогой Ну, ей, конечно, нужен больше, мне кажется, мужчина такой Какой-то с мягким характером Илья, поскольку у нас в преддверии Нового года Я нарушаю традицию Обычные бонусы заменяю праздничными Все, что угодно Веселые истории новогодние Свидания наедине Семейные традиции Или все вместе Новогодняя история Однажды я на Новый год купила белый-белый наряд И под него нужно было одеть, ну, все белое под низ И я решила все это прокипятить Что белое? Ну, все, весь наряд Нижнее белье, имеете в виду? Что у вас нижнего белья не было, только черное? Ну, вообще все полностью Там белье, вот это платье свое белое И оно сгорело, представляете? Вот так вот Решло с черным идти на Новый год Как ты его кипятила? Налила воды и забыла, ушла, что ли? Офигеть, какая интересная история А есть какой-нибудь сюрприз? Сюрприз у меня очень серьезный будет для нашего жениха Шутки кончились, посмеялись, слава богу Теперь все повес в суд принесет Ну, если что, Лариса и Роза Уважаемые ведущие, уважаемые зрители Этот человек совершил кражу Вот так и знал Я была в одном из судов и увидела сама документы, подтверждающие это И сейчас придет следователь, который этого человека просто заберет Уважаемый, прошу руки Такой настоящий милиционер, я бы сказала Приговор именем Российской Федерации Районный суд города Москвы В составе председательствующего суди Собакиной При секретаре Косточкине Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело номер 2 По ходатайству прокурора Приговорил признать нашего уважаемого гражданина Виновником в совершении кражи Блин, чувак, у него глаза квадратные Он реально думает, мне что-нибудь нашли Ой, какая волшебница пришла Знаешь, ты действительно совершил кражу Ну, только кражу моего сердца Я тебя сейчас освобожу Как это мило Сначала это, инсульт получить, а потом обратно Не то украл Ах, затейница И Чайковский тебе тут И Щелкунчик Вот так, киски заела Все, теперь навсегда Кошмар вообще В общем, это... Что это за подарок? Я не понимаю, что... А, она подарила ему свое сердце Обвинив его, что он его украл Да, в красу Это вы так шалите на своих корпоративах там, да? А ты чего его не в тюбет приковал? Опять ему наручники одела Вот счетная, а? Спасибо Ой, девочки, забирайте Дайте я его расколдую Иди сюда А русскую заколдую, дайте мне Ошебную палочку Давай я сниму Спасибо, девочки, проходите Ой, какая смешная Илья Ну, я знаю, что в Америке еще все более наивно Когда вы там собираетесь у вас А давайте сегодня будем все рассказывать о себе какую-то правду И вот хихикая взрослые люди сидят и по очереди рассказывают про себя какие-то тайные-тайные А я по ночам ем Открываю холодильник и целый йогурт могу съесть в такую баночку Вот всякие глупости Поэтому это вот как раз в стиле Она что, Америка, что ли? Нет, ну это привычно Здесь коронки, платьишки Какой кошмар Нет? Я восхищен фантазией и сюрприза Да что вы, конечно Я просто в восторге Слушайте, как вы вежливы Я даже вам верю Как он тебя? Вообще классный, очень хороший И нормальный Вообще очень интересный молодой человек Да, да Тебе понравилась девушка? Нет Нет? А мне понравилась Веселуха Открытая Смелая Очень легко с ней было существовать в диалоге Нет, она мне очень понравилась Ты что, представляешь, вот так вот Ты сидишь с гостями Раз, тебе стук в дверь Приходит к себе вот этот вот товарищ Такой говорит А ну-ка, Лариска, наручники Я так не говорю Ага, ничего он так Он так не умеет Ты так красиво умеешь А так, знаешь, душа в пятке, да? Нет, очень Зачем такой сюрприз? Не надо Очень нежная Уж лучше принесла пожрать чего-нибудь Пирожок какой-нибудь Это что за ерундистика такая Новый год у нас Ой, ну разве она там привыкла у себя там вечно сидит Если ее преследовали приставы, значит все такие плохие Юристы и все остальные У них, видимо, негатив скрытый к юристам Я ей лично дала бы совет следующий Замечательно, конечно, с мужчиной судиться Вызывать полицию, милицию, наручники Но есть такое понятие, как досудебное соглашение Вот ей с ее мужчинами, когда она по-настоящему будет с ними конфликтовать Вот лучше не доводить до рукоприкладства, до драки полотенцами или чем-то там еще А вот лучше все в досудебном порядке решать То есть ей нужно уметь останавливаться, не доводить до конфликта Если она научит это сделать, ну уже будет взрослой Да, лучше не доводить, я согласна Просто сами виноваты, сами доводят Анна, 28 лет Менеджер проектов в стартап-компании Гордится тем, что самостоятельно справилась с тяжелым недугом Мечтает выучиться на астролога Предупреждает, что одержимы правильным питанием Признается, что рост партнера для нее имеет значение Анна простила многочисленные измены возлюбленному И дала ему шанс начать все сначала Но он им не воспользовался Надеется, что Илья нацелен на серьезные отношения Здравствуйте, девочки Здравствуйте Принесли волшебную отравленную рыбку Пробуйте сначала сами Я сейчас проверю Молодец, хоть поесть принесла по Новый год Это имеет отношение к здоровому питанию, я так поняла Сама готовилась? На самом деле это относится к традиционной кухне, просто новогодней Но я сама Кто готовил? Мне помогали готовить Чурник мне не хвост Мне ближе к голове второй кусочек Мало того, что астролог, так она еще и кулинар Анечка, а почему ваш возлюбленный вам изменял? Вы ему отказывали в близости? Нет, не отказывала Дело в том, что мы с ним познакомились в моем родном городе Мы были оба с одного города Все было замечательно, первый год Ну, так мне казалось Возможно, я чего-то не замечала Но спустя год начались какие-то сообщения Я начала замечать какие-то смс От него или на его телефон? На его телефон А вы читали? Дело в том, что я, в принципе, не люблю залазить Даже когда это мой родной человек В его личную жизнь Все равно у каждого должен быть свой личный уголочек Вот И, соответственно Ладно, телефон упал Открылся Он пошел в ванную Ну, я, может быть, хотела ему отнести в ванную Немножко не донесла Чуть-чуть заглянула одним глазком И так вышло, что именно в этот момент Пришла не та смс, которая скучает по нему Вот И не понимает, куда он делся Вот И, соответственно, произошел серьезный разговор С моей стороны было много слез Да, я попыталась позвонить на этот телефон В общем, со мной на той стороне не захотели разговаривать В общем, он тоже не захотел это никак пояснять Просто там, извини, это ничего вообще, это ничего не значит Я как бы просто так вот общалась с этим человеком, ничего не было Тут, мне кажется, вообще задерживаться дома не будет Только так гулять А он, наверное, сейчас просто кушает Понимаешь, что бы ни было, что первая девушка, что вторая, какие-то жесткие Но вместе не жили? Мы жили вместе А-а-а Да, мы жили уже вместе На его территории? На его, мы в его квартире жили, да Хотя при этом параллельно я оплачивала свою съемную квартиру И, в общем, поругались мы Слово за слово И на один день, буквально один день я уехала На следующее утро он начал писать Мы помирились, я пришла домой, вернулась в квартиру И чувствую, что, значит, в квартире у него два друга Как-то они там шуршат, все ходят, что-то прибирают Я чувствую, что что-то было накануне Но я не подала виду Дальше уже дело к вечеру Я пошла ложиться спать Он еще в зале смотрел телевизор И я смотрю на кровати, на белье Такие длинные женские волосы Не моего цвета совершенно Дело в том, что он еще такой молодой человек Что изначально, когда мы с ним познакомились Я знала, что ему нравятся девушки, блондинки Среднего роста, с формами Совершенно мой антипод Не такие, как я Я не перестаю восхищаться девушкой Она очень сильная Потому что пришла и свою боль Действительно открыла миллионам В общем, вы, замечательный психолог Включили дурочку Да, да, да И стали его провоцировать на правду Да, да, да Начала Расскажи мне, да ничего страшного Ничего такого Все нормально Ну, и, в общем, он повелся Да, мы все люди Он повелся, он мне все рассказал И при этом он сказал, что Ну, ты не переживай У меня даже не было оргазма В общем, видимо, он пытался меня убедить тем самым, что Успокоить Да Это не измена И, собственно, после этого у меня был очень сильный срыв Я похудела очень сильно Вот И после этого А он не стал вас обвинять? Ты же сама сказала, что ничего особенного Чтобы я рассказал правду Ну, нет, конечно, он понял, что я его сломила Из дома в огонь? Нет, нет Расстались после этого? Нет Ну, мы Простили? Да Но понимали, что в ваших отношениях будущего-то нет? Да Наверное, я начала это понимать где-то внутри Где-то подсознательно Илья нравится? Не хотела осознавать Да, Илья мне изначально понравился Именно своей какой-то выдержанностью Именно тем, что он выглядит очень воспитанным, элегантным молодым человеком Ты умеешь прощать? Мера должна быть всегда Все всегда прощать И быть совсем добрым Тоже нельзя Чего на вашем столе никогда не будет, не бывает? На моем столе, когда я одна, не будет и не бывает никогда мяса, яиц, рыбу, морепродукт И хорошо себя чувствуете, у вас очень здоровый вид Спасибо вам большое Вы москвичка, что у вас в приданном-то? Я не москвичка Приданная у меня в двух частях России У меня на Волге дом и трехкомнатная квартира И в Воронежской области квартира, однокомнатная и дом А живете в Москве? А живу и в Москве, да Но я собираюсь к весне покупать здесь тоже Хочу домик Ну, в общем, в квартире жить мне не очень нравится Хотя я снимаю квартиру в центре, да Мое предложение в силе, по-прежнему бонусы новогодние и праздничные Все, что хотите Свидание Отлично Каждый раз, когда я слушаю про веганов или людей, которые себя принципиально ограничивают Я потом такое удовольствие от пищи получаю Да, я думаю, какая же я счастливая, что могу себя не ограничивать Давай поженимся в вашем мобильном Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время Пока реклама У вас такое знакомое лицо У меня есть ощущение, что мы где-то встречались Давайте посмотрим, а где? Возможно, во сне Я не знаю Нет, на самом деле Я так-то много Консерваторию не посещаю А вы посещаете? Да Но вы же психолог, да? Да И психолог, и философ, и астролог Я очень разносторонняя личность Значит, вы много видите в вашем воображении? Да Может быть, тот факт, что мы где-то виделись Может, это было в каких-то других сферах Или других Возможно Ой, а вы, смотрю, в этом разбираетесь, что ли, да? Я не особо разбираюсь, но я не так давно начал заниматься йогой У меня получили, у меня начались очень яркие сны А Илья, вам нравится? Он сразу нам понравился Да, он сразу понравился Мы обсуждали А ничего, что 42 года, не мальчик Ну, знаете, я считаю, что это ничего такого лучше 42 И воспитывание культурное, чем 31, и 35 гулящие А материальный достаток важен или нет? Материальный достаток, как у человека, должно что-то быть успехой Ребят, ну ничего, ну посмотрите, он не бедный человек Илюшенька! Не, ну Анька понравилась, я так понимаю Давай оставь уже в покое американцы Ну и уже заблестели глазки Да, да В Россию вернулся пацан, слушайте Что она ему чисто даже не в службу, а в дружбу Пусть она ему там Порассказывает Без слез, как говорится Разок Убудет, что ли? Чисто по-человечески Я по-человечески Нашу программу Я люболёт Я горсел Другое направление Много год как-никак Грустно что-то пришло Нет Да, только не плачьте, умоляю Я задумываю, чего не нужно А сюрприз? Сюрприз Сюрприз, да Илья, можно вас пригласить на сцену? У меня для вас сюрприз Мне кажется, всё, что нужно, они уже обсудили Супер Ну что, вы мне расскажите, как Ну, во-первых В танце самое важное, это осанка И связь Да, между нами должна быть рамка Это как в отношениях Она не слишком близка И мы всё время друг от друга отталкиваемся Да Давайте вертите уже это Чистенько Ко мне? Да Да, три шажка А Вот Вот и сальса А, да? Да, вот это базовый шаг И вы Отлично тоже Вы уже И вы освоили Слушай, ну тут глаза, я смотрю, уже связь, конечно, пошла А сейчас мы сделаем поддержку Молодец Молодец Так В своё сальско-то АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Глаза горят Так бы и продолжал танцевать Ну что, наручники или холодец? Попробуй, вот, чтобы я видела Ну-ка, давай, проглоти, чтобы я видела А что, у нас нельзя так, как говорится, уважить? Уважь Российская гостеприимность, конечно Вот Вот Молодец А как вам, Аня? Анна – это таинственный человек Очень интересный, с которым хочется всё время больше и больше общаться У которого свой неординарный взгляд на все вещи, о которых мы говорили А мы говорили о очень многих вещах Потом она внешне очаровательная, высокая, статная А внешне она очаровательная Внешне – это, конечно, чудо света, можно сказать Вот Но вот та энергия, которая у нас даже вот в танце, которая была видна, она очень-очень важна Ну, видишь, всё хорошо Я думаю, он наш В её гороскопе Марс Тельцовский в Тау-квадрате с Плутоном и Венерой Она с мужчиной-тельцом способна на настоящую страсть Поэтому, не знаю, что по поводу продолжения, конечно, время покажет Но ваш союз может быть, как минимум, очень страстным романом Поэтому не просто мне она понравилась, она понравилась мне для вас Правильно говорить, правильно Спасибо большое Ну, третья невеста может быть ещё лучше, поэтому быстрее проходите, знакомьтесь Спасибо Очень приятно Мила, 26 лет Менеджер по развитию фитнес-индустрии Мечтает построить фамильный замок в Праге Гордится тем, что из деревенской девушки превратилась в столичную барышню Признаётся, что смотрит мелодрамы на ночь Предупреждает, что её нужно укладывать спать Узнав о беременности, Мила поспешила выйти замуж Но даже со штампом в паспорте чувствовала себя матерью-одиночкой Надеется, что Илья – ответственный мужчина Вы очень похожи на Настю Каменских из дуэта «Потап и Настя» Говорили, наверное, вам уже, да? Да, да Поэтому мне трудно вас представить деревенской девушкой с коромыслом Расскажите, как вот произошло это чудное превращение из деревенской барышни в столичную штучку Да, это именно так Я очень много лет с рождения прожила в деревне Я дайла коров, пасла гусей, кур А где всё это происходило? Это происходило в Сибири, в глубинке, в деревне, рядом с городом Новокузнецком А в Москву что? В Москву приехала добиваться своих целей, достигать своих целей, исполнять свои мечты И этот город позволяет мне это сделать Сколько вам было лет? 24 А, то есть ребёнок и первое замужество это случилось в деревне? Да, именно так Я в 18 лет безумно влюбилась в молодого человека И это была моя первая любовь Вот, в 19 я родила прелестную дочку Но я хотела семью, действительно, была счастлива, что вот она у меня появилась Но оказалось, что нет Ему не нужна была семья, я это видела по факту Но на 19 она не выглядит? Да, так скажем Да, в конце выглядит прям вообще Давай 19-20 В общем, у вас не сложилось с вашим мужчиной, и вы приехали в Москву? В Москву я уехала, когда дочке было 5 лет А с кем оставили девочку? С мамой, с бабушкой Сколько лет назад? Два года назад То есть сейчас девочке 7 лет? Да, сейчас девочке 7 лет Она у вас сейчас с вами? Да, она пошла в первый класс В Москве? Здесь в Москве, да, всё Где вы живёте здесь? В центре Снимаете квартиру? А работаете? Работаю в фитнес-индустрии Не горят глаза Да? Ну, он как-то более заинтересованно смотрел Да, сейчас интересно, но не горят Это как тебя надо спать укладывать? Ой, спать укладывать, это сложно Именно потому, что очень много делаю Постоянно кручусь Мне нужно просто брать за руку Клазь на мягкую постель Укутывать в тёплый плед На мягкую подушку То есть муж должен брать вас на руки Как вот ребёночка Принести в постель Уложить, тогда вы засыпаете Ну, я говорила, брать не на руки А брать за руку Я так понимаю, что речь о другом Столько дел, что обычно вы ложитесь под утро Самостоятельно, да? Такое бывает На самом деле, ну, у меня ситуация так обязывает Быть постоянно на работе Потому что если не вы, то кто? Я немного подустала Если честно, она как-то очень скомканно говорит По поводу своей Ну, я вот не понимаю, да Что постоянно на работе, что она делает Какая целостная история, я не услышала То есть получается так То есть она заменила полностью всю свою жизнь Вот рабочим моментом Что хотите от брака? Я, наверное, ту самую семью Который, тот самый семейный очаг Который мне так не удалось зажечь в моей жизни Хочу, чтобы он зажёгся и остался И пылал всегда Всё в силе предложения По поводу бонусов праздничных Я забыл, какой был третий вариант Традиции мы ещё тут не рассматривали Новогодняя Кстати Замечательная идея, расскажите Есть семейная традиция? Семейная традиция? Да, у нас есть одна замечательная семейная традиция Новогодняя? Новогодняя Да, именно так Есть новогодняя традиция Мы верим в сказку и в волшебство И поэтому в нашей семье принято Съедать ровно в 12 ночи 12 виноградинок И загадывать желания А у меня грустная история с этим виноградом Почему? Да у меня друг приехал, по-моему, в том году Из Италии, говорит Говорит, представляешь, такая хорошая традиция А это итальянская как раз традиция? Нет, нет, да, я знаю 12 раз я всё приготовила Это Да только виноград с косточками оказался Понимаешь? И он умер? Нет, я чуть не умерла Почему? Потому что косточки прожевывать очень сложно Виноград надо выбирать, если вы делаете без косточки А если желание сбылось? Да, конечно Волшебный виноград Вы рассказывайте, рассказывайте Слушайте, откуда же в вашей деревне виноград? Это новогодняя традиция уже столичная Я бы как болтаю, быстренько умяли Я бы тоже поела Мою рыбку Я бы тоже отказалась Бери 12, ну и давайте инструкцию, что вы делаете-то? Какая традиция-то? Да, нужно съесть несколько виноградинок Надо бой курантов, когда мама выжила А что это? Ну в чём смысл-то? Но самое главное, представьте, что сейчас бьют куранты Мы съели по 12 виноградинок Просто есть или говорите? Загадали желание? Загадал желание, Илья? А ты прям всё так, что ли? Нужно загадать желание По одной надо, Илюш Я всё сразу съел, прошу Нет, так не надо Я всё неправильно сделал Прямо по одной Ну вот И бой курантов Раз, и быстренько-быстренько в рот кидаешь Всё, переделываю всё Слушай, а надо желание? И после этого нужно обязательно прикоснуться к незнакомому или новому человеку рядом с тобой И тогда желание непременно сбудется Просто мне кажется, Илюша голодный, поэтому он сразу съел Самое главное, это загадал желание? Загадал Отлично Держи её Спасибо Аплодисменты А сюрприз? Милая? Да, конечно, с удовольствием Показывайте Илья, пойдём со мной Что у неё с туфлями? А потом смотришь Что у неё там в туфлями? А, сзади какие-то банты на туфлях Бантики Я специально для тебя написала несколько строк Я расскажу тебе о том, каким уютным будет дом В котором будем ты и я, наши родные и друзья Там будет громкий детский смех И в каждом новом дне успех В сердцах любовь, в глазах огонь И мы с тобой ладонь в ладонь Большая плюшевая радость, что принесёт любую сладость Он будет очень щедрым мишкой Вот этот серый шелунишка Открывай смело И я хочу, чтобы Новый год тебя укутал от невзгод Что там, памперсы? Нет, трусики, трусики Что памперсы? Всегда тебя хранили слова С любовью из Сибири Спасибо А, майка Девочки, Мишка, это у Сибири, паспорт Мишанка, привет Смотри, у меня мишка, это моя мечта Всего моего детства, чтобы выросла вместе со мной моя игрушка Именно так и случилось И за это время он стал русским мишкой И смотри, он принёс тебе новогодний подарок Это русский традиционный салат Оливье Спасибо вам большое Ура, давай сюда Спасибо, Мишка Сейчас девчонки отнимут у него Оливье, сто процентов Мила, спасибо вам Спасибо Проходите в комнату Оливье, ложки нет Это настоящий Илья, ну она секси Да? Не только секси, но это некий натуральный сибирский продукт без всяких добавок Он сегодня весь в растерянности Да, я рада, что он сразу почувствовал мою зимирскую душу Вы сегодня лёгкая добыча Вас голыми руками Фельми не приготовил Сплясал он там в гводке Махнулся сто грамм Кроковяк в присядку на столе И никаких слёз после сядка Сплошной хохот И всё, и вы готовенький Легко быть простой добычей, когда живёшь в России И видишь столько прекрасных женщин Если бы раньше пришла бы на сайт 2.tv Вот не было бы такой сейчас бы Жизненькая Прихорошенькая Но мы увидели здесь только её солнце во Льве Её яркую натуру Она действительно постаралась казаться естественной Хотя, в общем, это такой Скажем, парадный образ Повседневный образ может быть немножко другим Но Луна Тельцовская в 12-м доме И в такой там хитрой закрученной конфигурации Мне говорит, что всё равно она тащит с собой семейную программу Довольно простой жизни Когда женщина где-то подчиняется мужчине Уступает ему Когда женщина занимается много хозяйством Ей придётся много этим хозяйством заниматься Я считаю, что это неплохо Вас очень многое с ней роднит В общем, её можно рассматривать Но это потому, что это семейное Ты от этого никуда не уйдёшь Кто вам понравился? Больше всех Фух, если бы я точно знал Ответ на этот вопрос Если бы я точно знал Что я всё правильно делаю с женским полом То, наверное, меня бы здесь не было Я давно бы был женатый с детьми Поэтому всё, что я говорю Может быть, неправильно Но Не все настолько разные Это абсолютно подборка разных людей Что очень сложно Психотипы абсолютно Екатерина лукавая, озорная Умная, с юмором Всё понимает Где она, зачем она Она хорошая подруга и хороший партнёр Анна нежная и страстная В то же время сексуальная Красавица Вы станцевали с ней Она хороший партнёр Она вас чувствует Она вас слышит Всё Милая Умилась судьба провинциальной девушки Которая должна приехать Покорить, завоевать Она заточена немножко на другое Понимаете? Я бы, наверное, Канни Вам советовала Илюш Вообще Хорошая жена Это Залог Мужского долголетия Поэтому жениться надо Прям вчера Но Хорошо сегодня Кого рекомендовать? Я бы рекомендовала Милу Почему? Вот Это тот случай Когда надо брать Девушку с детьми Особенно для родителей Мне кажется, что это очевидно Я от Розы не ожидала Мне тоже, кстати Это очень приятно Она сидела, мотала на ус Всё это время А теперь выдала, понимаешь? Редко Удаётся у нас в программе Получить полный комплект Гороскопический Так, чтобы совместимость Была идеальной С Анной, как я уже сказала Эротически И с точки зрения Взаимного интереса Мужско-женского Может всё сложиться С Милой Вы в бытовом плане В хозяйственном Способны хорошо сходиться Вам отдыхать вместе Приятно и удобно будет Но именно с Милой Вы способны высекать искры И конфликтовать в том Что касается Поля для деятельности Профессионального То есть как личность Вам вместе с ней Будет сложновато Поскольку Больше совместимости И меньше конфликтов Именно с Анной Я бы, наверное, рекомендовала её Слушайте себя Своё сердце Оно вас точно приведёт Туда, куда надо Мы в любом случае Вас поддержим Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ И вы будете Она будет вам поступить И говорить Так, не надо Горло не надо Опусти А теперь опусти Немножко И открыто Открыто Говоря Не я хочу тебя А я Я хочу тебя Я предлагаю всем Выйти и поддержать Илью АПЛОДИСМЕНТЫ Очень неожиданно Очень неожиданно Почему? Я очень рада Почему? Что ты оценил Мне показалось У нас была Самая лучшая Самая лучшая связь Мы как-то лучше Всё контактируем У нас есть пара Илья и Екатерина Если вы одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Бузеева Желаю, чтобы Любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожелимся Удачи Рада за вас Спасибо Спасибо